Молодые кадры у Батиско-Кировской больницы. В неврологическом отделении появился еще один доктор. Марина Смоленинова уже принимает пациентов. С новым врачом-неврологом познакомились Татьяна Никуличева и Илья Максимов. Рабочие будни Марины Смолениновой, собственно, как и любого другого врача, работающего в стационаре, начинаются с обхода. Это, можно сказать, ее первые пациенты. Доктору всего 24 года. И в нашу больницу она устроилась сразу после интернатуры. Говорит, что хотела именно сюда, ведь она коренная апатичанка. И работать вдали от дома пока не планирует. Отучилась в Петрозаводском государственном университете по специальности лечебное дело на медицинском факультете. Закончила интернатуру по специальности неврология и приехала сюда работать. На самом деле хотела здесь работать. Пошла в больницу нашу Батиско-Кировскую за получением практики. Вот, наработаю себе практику. В принципе, я хочу здесь задерживаться. Неврологическое отделение, которое базируется в Кировске, теперь ее второй дом. Набираться опыта помогают старшие коллеги. Кстати, в своей семье Марина Смоленинова единственный врач. И почему в юности выбрала именно эту профессию, молодой доктор говорить не захотела. Слишком личная. Как-то, само собой, в подростковом возрасте задумалась, кем же мне быть в дальнейшем. Решила, что я хочу быть врачом. А ничего этому не сопутствовало. Бывают какие-то случаи у человека в жизни происходят, и это определяет их профессию. Такого не было? Ну, скажем так, было, но раскрывать свои секреты тоже не было. Появлению нового врача радует руководство больницы. Ведь проблему с нехваткой кадров решить не так-то просто. И здесь всегда ждут молодых специалистов. Будут специалисты, обязательно их будем принимать, ну, не знаю, холить их или леять, скажем так, чтобы они от нас не ушли. Своей работой довольна и молодой невролог Марина Смоленинова. Ведь пока получается все именно так, как она и мечтала.